Здравствуйте дорогие друзья, с вами портал экзегет.ру и мы отвечаем на вопросы наших подписчиков. Для чего существуют глупые люди? Сразу хочется спросить, не знаю, для чего вы существуете, но если честно сказать, я себя тоже иногда считаю глупым. Бог сотворил людей разными, кто-то умный, кто-то глупый, кто-то сильный, кто-то слабый, кто-то богатый, кто-то бедный и есть такие люди, они говорят, вот мы хотим, чтобы все были равны. Это утопия и вообще противоречит божественному замыслу. Дело в том, что мы тут спасаемся с вами не поодиночке, то есть можно было бы создать меня самодостаточным, вы живите своей жизнью, а я вам не буду записывать никакие передачи, мне и одному хорошо. Но бог сотворил так, что я чего-то знаю, мне надо чем-то с вами поделиться. Дело в том, что для спасения мы нуждаемся друг в друге. У вас есть одни таланты, у меня есть другие таланты, у оператора, который сидит напротив, третьи таланты, и мы друг другу нуждаемся, нам надо друг другу помогать. Это помогает нам не становиться эгоистами, а проявлять любовь, что-то отдавать. И вот этот вот взаимный обмен нас обогащает. Поэтому даже на пути к спасению нам всех талантов не хватит для того, чтобы пройти наш жизненный путь самостоятельно, а нам надо взаимодействовать с другими людьми. Через взаимодействие с другими людьми проявляются и наши грехи, и мы начинаем замечать, о, у меня, оказывается, есть такие недостатки, такие и такие, мне над ними надо поработать, мне надо их исправить. И наоборот, во взаимодействии с другими людьми мы можем проявить наши добрые качества. И Христос прямо нам говорит, что если ты кого-то накормил, напоил, посетил болящего, посетил кого-то в тюрьме, это ты меня посетил. А если наоборот, ты в этих добрых каких-то услугах кому-то отказал, значит, это ты мне отказал. И Господь нас призывает с людьми активно взаимодействовать и с ними делиться. Вот если есть глупые люди, это значит, что кто-то их должен потерпеть, кто-то должен с ними поделиться своими знаниями, кто-то их должен в чем-то поддержать. Так же, как, например, есть люди больные и здоровые. Больные люди, они несут крест своей болезни, глупые люди несут крест своей глупостью, это тоже очень непростая жизнь. Да, а те, кто обладают большим умом или большим здоровьем, призваны проявлять свои добрые качества и помогать тем, кто слабее их. Друг друга тяготы носите и так исполните закон Христов. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok